Всем привет! Сегодня тестирую самую маленькую плату заряда для 2 или 3S сборок. Для проведения теста я подготовил непосредственно саму плату заряда, 3 литий-полимерных сборки, немножечко разной емкости для того, чтобы проверить работу балансира, а также для визуального контроля новенький контролер. Напряжение каждой группы 4 вольта в заряженном состоянии, общее 12. Для подключения платы заряда к 3S сборке потребуется 4 проводка. Согласно схеме, пожалуй, начну с общего минуса, припаиваясь к клемме B- и вторую сторону на минус общей батареи. Далее первое звено балансира. В этой точке напряжение должно составлять 4,2 вольта в полном заряженном состоянии. И вот тут пошло что-то не так. Изоляция на проводе начала плавиться, провод разогрелся. Схема подключения совершенно не соответствует реальности. Позже я почитал комментарии и у людей та же ситуация. Оказывается, данный модуль заряда умеет балансировать только 2S сборки. А в 3S балансировки нет. И подключать балансировочные клеммы вообще не нужно. На вид все достаточно просто. Но балансира то нету. Ну ничего, начнем без балансира. Посмотрим как пойдет. И если что, добавим. Добавлю вам небольшие подсказки. Кому интересно, поставьте на паузу и ознакомьтесь. Меняя разные резисторы, можно перенастраивать модуль. Продолжим. Плата заряда подключена. И для контроля напряжений я приобрел вот такой контролер заряда. Он ничего не делает. Всего лишь только показывает напряжение общее и на каждой ячейке. Вещь очень полезная. И для тех, кто собирает сборки с большим S, можно сказать, что даже must have. Есть даже модификации со встроенным балансиром. В общем, ссылочки я все оставлю под видео. Итак, общее напряжение батареи 10,04 В. Нажимаем первую кнопку. Можем менять тип батареи. Литий-феррум, литий-ион и литий-полимер. Также он хавает никель-магний и никель-кадмий. Вторая кнопка. Смотрим по каждой группе. 3-3-2, 3-3-6 и S3. Третья сборка 3-3-6. То есть смотрим общее напряжение и индивидуально по каждой ячейке. Третья кнопка. Разность между максимальной и минимальной ячейкой. Напряжение на максимальной ячейке. Напряжение на минимальной ячейке. Чуть позже увидите, насколько это важно. Начинаю процесс заряда. Батарею полностью разряжен. Подаю напряжение через USB ваттметр. 11 ватт. Обещали 15 ватт. Нет 15, потому что конфигурация резисторов по умолчанию стоит на 1 ампер. Или даже на 0,9. Если хотите больше, нужно менять резисторы. При активном цикле заряда горят оба светодиода. Красным и синим светом. Если синий моргает, значит какая-то ошибка. Итак, общее напряжение батареи 11,64 вольта. Это уже более половины пути. 56%. Разница между максимальной и минимально заряженной ячейкой 34 вольта. Максимальная вторая. Минимальная первая. Прибор подсвечивает какая именно ячейка. Нажимая на среднюю кнопку, можно просмотреть напряжение на каждой из групп. Третья находится где-то посередине, между первой и второй. Продолжаем дальше. Но я уже пошел за балансиром. В этом видео я не планировал использовать балансир. Покупал его для своей будущей 4С сборки. Но так получилось, что придется использовать его здесь. Балансир универсальный, работает с банками от 2 до 4С. Сколько нужно, столько и подключили. Максимальный ток баланса 1,2 А, если разность между банками более 2,1 В. Если разница меньше, 0,5 А. Подключается все очень просто. Плата настроек не имеет. Черный на общий минус, ну а красный по очереди 4,2, 8,4, 12,6, 16,8. Спустя около 15 минут разбалансировка составила 0,13 и впоследствии снизилась до 0,01. Далее я решил отключить балансир. 12,53 почти полностью зарядили. По ячейкам 4,18, 4,14, 4,21. Это перезаряд. Литий перезаряжен. Разбалансировка 0,75. Срочно нужно вернуть балансир обратно. Вот для этого, друзья, и нужен контролер, чтобы видеть, что там происходит. Особенно круто контролеры с сигнализацией, которые могут оповестить о сбоях. Наконец-то финал. Процесс заряда окончен. Разбалансировка 0,005. Это очень хороший результат. 0,005. Максимальная банка 4,145. Минимальная 4,141. Если пройтись по группам, 4,145, 4,141, 4,143. Перфекто. Выводы. Всегда используйте платы защиты и платы балансировки. Лучше плохие, чем никакие. По конкретно этой плате заряда. Максимум для нее это батареи на 3 Ач. Для небольших разных миниатюрных устройств она подходит идеально. На больше нет. Плата балансира вроде неплохая. Для токов, заряда или разряда до 10 А она подойдет. Контролер, контроллер. Вещь неплохая, не обязательно, но поможет вам оперативно и адекватно оценить состояние ваших сборок. В принципе, к покупке рекомендую смело.